Ты веришь в чудо? Я верю в чудо. Я думаю, что это прекрасно, что дети верят в существование Деда Мороза, Бабы-Яги, Снегурочки, неважно. Я вчера, кстати, поздравлял своего сына с Новым годом в облике Деда Мороза. И когда я ехал поздравлять, я очень переживал, что вдруг он меня узнает, и как-то это получится нелепо. Скажет, о, папа, ты что, раздевайся, зачем? Но меня загримировали, повесили бороду, одели одежду, и сын меня не узнал. Я, когда вышел, я расстроился. Ты что хочешь, Руслан? Руслан! Красота здесь неописуемая. Он вернулся! Счастье не в том, чтобы всегда веселиться. Нет в жизни счастья и несчастья, все познается в сравнении. Если бы мы не знали, что такое грусть, мы бы не знали, что такое веселье. Поэтому, если весь год будет наполнен какими-то исключительно веселыми композициями, я думаю, что вряд ли останется в памяти что-то действительно значимое и памятное. А когда это сборная солянка, когда это по-разному, сегодня ты грустишь от того, что что-то сложилось не так, как бы ты хотел, но грустишь очень продуктивно. Делаешь из этого выводы, становишься лучше, сильнее, и в следующий раз это получается хорошо, и ты ликуешь вместе с какой-то роковой композицией, и от этого испытываешь потрясающее удовольствие, и это остается в памяти. Потому что ты сделал шаг вперед, встал на ступеньку выше. Я хотел бы несколько слов благодарности сказать. Дело в том, что сегодняшний вечер не мог состояться никаким образом без тех, кто помогал нам и поддерживал. Вот так, чтобы сказать, за что мне прям неловко и стыдно, да ни за что мне не стыдно. Да, я совершал ошибки, в том числе и в прошедшем году я совершал ошибки. Некоторые из них были такие, про которые можно забыть буквально через час после их совершения. Некоторые из них были, которые останутся надолго, а некоторые даже на всю жизнь. И это не значит, что нет поводов для сожаления. Они есть. Я сожалею о том, что кому-то когда-то грубо ответил. Я сожалею о том, что кого-то когда-то не услышал. Я сожалею, что на что-то не обратил внимания, на что должен был обратить внимание. Но в эту жизнь мы люди, безгрешных и исключительных людей не бывает. Мы все совершаем ошибки. И здесь важнее не сожаление об этих ошибках, мне кажется, а правильные выводы. Я одним словом не умею. Одним словом разве скажешь, что ты желаешь близким и родным людям? Желать я бы хотел везения. Такого простого человеческого везения. Потому что при прочих равных условиях успех от того или другого дела зависит от вот этого самого везения. Повезло или не повезло. Я сказал, что при прочих равных условиях. Конечно же зависит от человека. Безусловно. От человека, от его усердия, от его старания, от его умений, от его возможностей и способностей. Конечно же. Везение здесь вовсе не главное. Но при прочих равных условиях, когда мы сделали все возможное для того, чтобы случилось то, что мы хотим, вот дальше все зависит просто от случая. От везения. И я хотел бы пожелать близким, родным, знакомым, всем-всем-всем, всему миру. Я хотел бы пожелать, чтобы удача и вот это вот простое человеческое везение всегда были с вами рядом. И конечно же кто-то из вас скажет, что нет, Андрей Зверева громче звучали, нет, ФСБ. Но здесь я пользуюсь своим служебным положением. Поэтому заключительное слово остается за мной. А у нас на сегодня все. Спасибо, что были с вами. Надеюсь, вам понравилось так же, как мне. И если кто-то из вас сейчас сидит и думает, как-то было скучно, а вы выходите и попробуйте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok